Всем привет, друзья! С сегодняшнего дня и последующие три начинается что-то необычное, а именно топ-16 команд с Европы, Турции и СНГ будут бороться за призовые, которые они же сами и заработают. Если вкратце, условия распределения призовых выглядят следующим образом. Каждой команде присвоен свой банк, который на момент старта составляет 2500 долларов. Чем больше ошибок допустят участники, тем меньше денег они получат. Если во время игры они не смогли набить больше 6 убийств на команду, они теряют от 20 до 50 долларов. Если же команда занялась с 14 по 16 место, она теряет от 50 до 100 долларов. За одну игру команда не может потерять больше 150 долларов. Все потерянные средства уйдут чемпиону турнира. Ты скажу замудренно, но зато что-то новое по сравнению с приезжимыми турнирами уже. Посмотрим, что из этого выйдет. Список команд радует. Сразу три команды, которые участвуют в МГС. Сруя, Юни-Крософуав и Нави. Уверен, заруба будет жесткая. Дропаем ваши золотые лайки, комменты и полетели на Ирангель. Самолет с юго-востока на запад. И он нам сразу показывает хот-дроп. На Новорепном это Мэжер Прайд и команда Гот. Форматос залетает. Да как? Команды будут действовать. Кто что придумает, я с удовольствием тебе на него постараюсь ответить. У нас уже первая заруба на Новорепном происходит прямо сейчас. И Дискрим вместе с Милкичем и Номи штурмуют коллектив Саренс и Минозе Диавла. Прямо сейчас Ферст Блад от коллектива Мэжер Прайд. Какое агрессивное начало. Эти парни не дали ни единого шанса своим оппонентам. Первый круг у нас в центр и чуть левее. После небольшого файта на Змейке ВП продолжает уже файт с Конкурер. Смотри, верхний перекресток под Шутинг Ренш и еще борьба по берегу. Да, Виртуз Про минус 2 у нас сейчас по коллективу Конкурер заносит. Отличное начало. Эх, ребята, хотели отомстить, но немного не получилось. И того для состава ВП уже третий килл. Тут проезжают мимо КПшки и замечают от тех же самых ВП. Агрессируют, агрессируют жестко, как они на полу. Достаточно дальней дистанции, останавливается основной коллектив. Но Гонза вылетает на позицию Уэйта и все-таки перестреливает его Клосс Файт. Отличная работа с ЭКМ, а 5 патронов на перезарядку сражу уходит. И можно будет добивать оппонента. Он этим и занимается, почему команда... Какой же нежданчик для Бэквайта. Сторону заправки, возможно, сейчас будут прыжать через мост, но тут уже Мейджор Прайды. Но умер, закрывай Блэквайта. Прекрасная блокировка от бойца коллектива Мейджор Прайд. Блэк тонет и получается первые 7 минут заработать 3 киллпоинта. И последний скилычок отлетает у нас на топ-16. Вот такая вот игра от ВП. Вроде бы в начале агрессия. 9 киллпоинтов, но самые первые минусуются. Пока на левом мосту, на районе левого моста у нас Юнь Кроссов Лав с Фенни Борче воюет. Нави закрывает своего первого оппонента. Это были С2Г и зарабатывают уже 9 киллпоинтов. Мы Жур Прайд выехали с острова Сосновки. Приехали на заправку левого моста. Ну и там остатки остались уже единорогов. Жур Прайд против. К сожалению, кого не вижу. А вот сейчас вижу. Это Иолы, ребята. Прокидываются три коктейля Молотова. Но пока никого не находят. ЖКС выходит один на один. Сразу начинается переселка. Мелкибай все-таки укладывай на лопатки. Но у меня остается один на ногах. Давайте смотреть чем... Потеряли, к сожалению, Милки Уэй. Но все-таки закрыли единорогов. Тройничок у нас на кимпах по ТВРС. Там беги, юник и нави. У нави сразу же начинаются потери. У нас остаются втроем прямо сейчас. А юники здесь легко отделались. Да, и позиция. У них также есть и плохая, и кимпауна, и горочка. Поэтому в ближайшее время чувствую тебя комфортно. С плитом на гадку вернулись навийцы. Это Китсуны и Матик. И их начинают пушить Блейз. Минусуется Китсуны. Матик у нас находится в кимпах рядом. Можи Прайд у нас двигается по югу. Чуть левее, догоняют они Канина Пауэр. И сразу падает в ног Гонза. Следом также и закроют Эвэстейшна. Кто посягает на их позиции. Лизия мы только что потеряли. Фрозен прокидывает дальнюю хаешку. Нужно отхиливаться. Все-таки достаточно много хп. Ребята потеряли Эвэстейшн в ноге. И Мичи уже здесь. Дальней атакой сносит Майнда. Много народу в области гадки. Все ведут дистанционные перестрелки. Анализ отвечает неплохим ноком по Мише. И Бигом нужно думать. Эвэстейшн сейчас не сможет вести огонь Акзер и Тик. В ситуации, в которой они могут. И нужно действовать максимально осторожно. Аккуратно еще и Моджи Прайд сюда тоже подъезжает. Чтобы четыре команды у нас воевала в этих полях. Какая же хорошая хаешка. Сейчас залетела от своего. Акзер с Тикью начинает принимать уже и эксклюзит декод. Так, подъехали под Акзера и Тика. И вот здесь кэпэшки нужно повоевать вам за этот химфаунд, который находится прямо в ядре безопасной зоны. Одискрим, по-моему, затушил сейчас эксклюзит декодов и отправил их на седьмую строчку. Точная хаешка от Тикью заканчивает с экскюсайд. Сюда еще и Блейз приехали. Нави у нас отлетает на топ-6. Я понимаю, что Тик и Акзер на этой карте. Он уходит на дорогу. И все-таки кэч находит с помощью гранаты Тика. Акзер, один в три. Давай, мужчина, мы верим в тебя. Не только Тик умеет пользоваться хаешками на этом Ирангеле. Ну что, шаг... Очень трудно было, конечно, сдержать такой наплыв. И Канина Пауэр это топ-5. Последние четыре команды. Team Unique, Major Pride, Next Royale и Блейз. Делайте, вы теряете зелененькие из своего банка. Поэтому нужно это дело исправлять. А вот у кого проблем с этим нет, так это состав Major Pride, которых, к сожалению, сейчас минусанули. Но, тем не менее, они на четвертой позиции. И, по-моему, на первой строчке немножечко на моцоль давит своим присутствием. Надо бы его сейчас убрать. И это прекрасно понимает. Команда СМВИ тем временем теряет одного из своих опалей. Ребята, вы что творите? Нужно было как минимум двоих отправлять. Сразу прокидываться еще одна каешка в сторону команды под номером 7. Далее летит и будет ли минус. Но тут от Unique Чапа вот так вот в голову залетает. И нет, это минус Frozen X. Май, это нужно было его оставить. Трех участников по левой стороне. Вот он выстрел кейч. Анализ, фулл. С шестого прицела нескрученного ведет перескалку. Анализу стражу забивает. Как же это было долго, друзья. Это я вам обрезал, да? Последний файт вам составил. Парни там друг друга нокали по несколько раз. И в итоге только пока уже лоб в лоб другу не приползли, начали уже файтиться. Ошибка анализа, конечно, решила эту ситуацию. Наверное, нужно было от бедра стрелять. Но топчик берут Буэйз. Летим дальше. Мирамар, самолет справа налево, а круг хардует вниз. Контест на Альзахар. Спот Team Unique. Но против них уже играет Esquicide. Наши обсуждения были по поводу того, ускорится ли Мирамар или нет. И в итоге мы видим, что начало очень даже яркое. Фроза, но Кэдэди сразу же отправляет в добив. И Unique здесь перехватили. Инициативу начинают напрягать соперника. Элизо, Уилл и Резнов втроем. Прямо сейчас Тофиес неудачно как-то вышел при фариком и сразу отправился в минус анализ. Также у нас минусуется. И ситуация 3-2. А, они идут кушать, Team Unique нужно держать строй. Горит, горит сейчас ставочка медика, друзья. Всего лишь один участник находится на ногах, насколько мне известно. Хотя нет, это два. Фрозен и Майнд. Вроде бы, Unique поймали на жадности. Команда Иксона сейчас сами же встали на эти же грабли. Ребята, Резнов входит по правую сторону. В UMP имеется еще 30 патронов. И можно, в принципе, заканчивать эту ситуацию в свою пользу. Майнд пытается пикать с правой стороны. Далее Адиавар. Сыстава Гудов просто получает ног. Резнов пытается выйти один на один. Но пока ничего не получается. Нет, он просто переходит на второй этаж. Unique вытаскивает этот файт в 2-3. И защищает свой спот. Ну, а Милки Уэя садят на кулак. Это сделал бист из бигов. У Нави также соседи. Это команда Год. Да, скалиматорного прицела на эту бистанцию. Они отрабатывать будут просто великолепно. А вот их от UMP в Год стреляет. И сразу же имеется ног. Глория получила по голове. Можно выходить еще и на Луну. По правую сторону пытается выходить. Да, это минус 2. Тигзи. Тигзи, прекрасен. Но, справедливости ради, скажу. Кстати, Тигзи садил на кулак коллектив Год. А это играют девушки. Получается, Тигзи бьет девушек. Чуть позже Дискрима находят. Это сделали ВП. КП встречается с Некс Роя. По дороге с Эль Поза. Я не знаю, куда они будут деваться. Я очень много мувиков видел, кстати, на эту тему. Где в маленькую щель, куда сейчас пытается прострелить Тиг. Закидывается ХАИшка. И там мрет 1, 2 или 4 участников. Попробует ли Тиг сейчас это нам продемонстрировать? Нет, они уже получают ног. И сейчас будет перестрелка 1 на 1. Якта против Тига. Закидывается еще одна ХАИшка. Он попадает. И Якта должен выходить со своей позиции. Просто, ах, это минус. Для состава НР в страже мгновенное добивание. Хорошо, что Нави находится все еще за зоной. Нехат один остался. Гон ковать по этому сарайчику. Гонза должен его крыть здесь. Но очень опасная ситуация. Отжимает Нехат с точки. Акзаров все-таки Ноктл. Минус Некс.Руэ на топ-14. Все мы знаем, что у Нави и Канена Пауэр почти одинаковые ротации от северо-востока. И встречаются под конец третьей зоны. И каждый по-своему тоже очень опытен. Не купается, не купается на эти уловки. Все не могут никак разменяться. Но вот Матик неплохо так заходит. Тиг просел на 90. А Матик должен делать первый Нок в этом замесе. И да, он здесь разыгрывает своего соперника. И Гонза, кстати, в кадре сразу стройка идет под вес. Пока что 4 в 3. Ой-ой-ой. Ну Гонза, а сколько его Стейшн потерялся немножко. А Соло Гонза, как они разыграли. Это было великолепно. Матик в клоус-файте в очередной раз доказывает, что он является одним из лучших в этой номинации. И на ближней дистанции, и на дальней он отработал на все 100%. Тиг просто ни разу не попал по Матику. И это, конечно, очень печально. Я напоминаю, что я ставил... Топ-13 для КП. Нави как просто шахматную партию разыграли КПшек. Мало для Нави киллов. Идут на этот раз уже на S2G на западе круга. Сделали только один минус по S2G на Вин. Теперь уже стало время ВП. Идут они прямо на ЭП. Теперь вонок имеется от пульфа с первого лица. Все-таки идет перестрелка соуласа. Вонок отправляет, прокидывается первая каешка. Возможно, будет попадание у Вейта. Пока ничего не получается. У Вейта не на один против пульфа. У пульфа лохитпоинт. Нужно дожимать. Но Вейта все-таки проигрывает. С левой стороны заходишь. И он тоже получает. Ну вы что делаете? Чикенфуд просто разрывает ВП на части. Мекку подстраховывает у нас Virtus. Проза закрывает последнего эсфера на ВАЧ. И буквально сейчас разрезает своих тиммейтов. Китсуна продолжает агрессировать на S2G. А матик просто выходит на рыбалочку. И видят целый коллектив в OpenField. Иолы, команда ВП, а Na'Vi и Unique будут сражаться до последнего. Ну что ж, один на один. Скиловичок имеет небольшое отставание по своей позиции. У Фроза на немножечко получше место. Который, в котором можно закинуть каешку. И прямо сейчас скилл этим занимается. Фрозен против скилла. Один на один. Где-то мы это уже видели. И по-моему скилл... Матик порует килл просто у Фроза. Матик ставит итоговую точку на этой перестрелке. Шестнадцатый килл, по-моему, для Na'Vi. И топ-4 отдали. Да, еще и Оллы начали по Ване дамажить. Поэтому он убегает. Суна понимает, что киллы это важно. И не отдает ПДС сопернику. Минус Фрозен. И финалочка Мирамара у нас за Na'Vi и Unique. И почти зашел на них на последний момент. Эвиктор был изменен, друзья. Один против троих G-Ks. Но будет ли клач? Мне кула на дальней дистанции получает... Na'Vi забирает Мирамар с кучу киллов. Настало время санок. Самолет с юга, с запада на северо-восток. И на Парадайсе сразу три коллектива. Ход дроп жесткий. Когда они забирают горы. Но сейчас вы просто посмотрите, что происходит на Парадайсе. Ребята, тут находятся как минимум три коллектива. Команда ВП будет сражаться сразу же с восьмию участниками. Калси сразу получает новую команду. Команда из ту гейминг теряет одного из участников. И это делает усти. А сразу же СР ловят прострел от Уэйта. По правую сторону будет еще одна перебешка. Вик из Хаба закрывает одного из участников. Яша может давать ему прострел. И Хаб почти умирает. И все-таки получает ног последнюю секунду. ВП Яша должен дожимать своих компонентов. Ребята, давайте посмотрим, как они будут сражаться. И добивать своих противников. Яша выходит в опенфилд. И за это сразу же его наказали. Блэквайт своей белой мумии. Будет еще раз менять свою позицию. Нужно поближе находиться к своему товарищу. Будет еще один прострел от Уэйта. Сразу же идет еще одна перезарядка. И снова в это же время добивается. И уходит с этой локации. Какая же жарко. В итоге минус ВП. Далее уже КП файтится с коллективом Гоуд. Да. Гонза Тик Акзер. Я жду момента, когда начнут перемещаться уже бойцы. И хочется посмотреть, куда писак. Неплохо отыгрывают у нас бойцы КП. И одного из соперников коллектива Сайронс закрыли. Друзья, промокод на наших экранах, который вы можете использовать в игре, дабы получить крутые вещи. Пожалуйста, пользуйтесь над головой Тика. Он расположен чуть выше. Получайте бонусы. И обязательно используйте их в пабликах. Ну а мы смотрим за еще одной перестрелкой. Это команда Канина Пауэр. Которая решает все-таки забрать для себя преимущество на этой карте. Два поинта уже имеется. Через дымы. Рандомным прострелом Тик забирает одного из оппонентов. А Вацан и Зеолов также нокует. Это делает анализ. Юники также на высоте. Можно будет прокидывать еще одну Хаешку. Но Тик пока этого не делает. У него всего 9 патронов век 3. Я надеюсь, что он это прекрасно. Юник в файте уже с единорогами. СКС пришли на выстрелы. КПшек против Гот. И начинается уже перестрелка между ними. Закрывает СКС, но в спину приходит Водофон. И уже потерял КПшек в два игрока. Минусовый Стейшн и Акзер. У Можопрадов остался последний Милки Уэй. В перестрелках против Водофона. В другие команды он натыкается на Гонзе. И Гонзе закрывает Можопрад на топ-12. Но и сам остается в соло. Беги спускаются с горы Буткемпа. Натыкаются на Меку. Меку не ожидал, наверное, тут их и увидеть. Он отбегает и Китсуна подстраховывает его. Нужно ротироваться в обратном направлении. Ребята, от этого файта. Беста ногает Китсуне. Хотя нету. Сергея, стратегия, как и с розеткой. Но Беги у нас отступают. Натыкаются на СР. Получается, тут тройничок небольшой. Очень быстрый минус команда Биг и минус 3 игрока у Нави. Минус Нави на топ-9. Фрозен разбирается с Нано, последним с фотофоном. И осталось 5 команд. Это С2G, СР, Фененбарше, Тим Юник и Гонзо, оставшийся соло за зону. С Р, и он заметил Пик Хаба. Можно сносить его. Погоди, я все еще думаю на тему того, куда стреляла команда ФФ. Ведь он находился вроде бы как за текстурой. Ладно, хорошо, с этим разберемся немножечко попозже Пик Хаба. Находит в итоге все-таки Гонзо на топ-5. Голубь ему не мешает. И вот она прилетела. Шпитверк и начинается зажирь. Так, ну что у нас получается? Тим Юник снова выходит на финалочку. Против Правда Ферна Батча теперь. Ребята, молодцы. Использовали транспорт. Вообще молодцы в целом, что транспорт был отложен до этого этапа. И убрали два склада с пути. Трип-3. Волк не будет сдаваться. Тот Волк, который работал по ВВП-шкам, в топе сносит его. Ситуация Трип-2. Рейс и Овнер-П остались против бойцов команды Юника. И вот эта граната от анализа может практически решить исход противостояния. Но, к сожалению, он не точен. Оказывается, здесь, да, и не догрел, и не туда бросил. Поэтому Трип-2. Немного не долетает все до Овнера. И он этому и рад. Рейс в ног укладывает офис. И Овнер остается один на ногах. А вот и точненький коктейль Молотова, который вынуждает Овнера сместить свою позицию. И на этот раз у Юник получается. Топ-1 на Санук. И последняя карта. Ирангель. Только она в новом режиме Аркания. Что это такое? Ой, господи, просто мужицкий дождь. Мужицкий дождь. Сейчас и все здесь после смерти люди появляются со Скорелью в руках. И я даже отказываюсь это комментировать, ребята. Хотя, в принципе, можно сделать это достаточно быстро. Но давайте пожалеем ваши ушки. И просто посмотрим за тем, как, ну, например, пятая команда сейчас просто выстегнется фулл составом с этого острова. Да, Сибот, выход от Дискрима. 1 на 1 постарается. Точнее, 2 в 1 постарается вывести эту пересылку в свою сторону. Перестреливает с Вейва. Пока безуспешно. И Дискрим, эх, получает ног. И сейчас будет высадка от этого игрока. Да, вернуться будет проблематично. Но, Ме, держись. Тебе нелегко, но ты можешь справиться. Кто вообще станет у нас царем-то этого острова? Хм, не знаю. Но пока не Мейджор Прайд, судя по всему. Потому что два нога, ребята, уже получили. И Бис в одиночку закрывает своих. Имеет как минимум Скорель. Пока там куча мала заканчивается. У нас КПшки приехали на Змейку. А там единороги. Не поднимет. По Ролкису идет работа Тика и Эвастейшена, который на папиче сбирает у себя крышу. Ролкис может пострадать от Гонза, который зашел с правого фланга. А яхт добивается Прозаном. И у нас появляется еще подлутать ПТС. Джеки Фёрст готовит гранату для Гонза. Нужно быть поосторожнее. Тик уже отключил Ролкиса. И если Гонза сейчас заберет Джеки Фёрста, все будет хорошо. 4-2. Можно будет приступать к атаке. Но нет. Ватсон неплохо отвечает хорошим ноком. Тут же его, кстати, выключает опять Тик. И ситуация 2-2. Неплохо. Ну что ж, сразу же идет добивание Тика от Элина. И Олэ забирают уже одну ПТС-ку на составе Канин Пауэр. Гонза почти проигрывает перестелку Джекисту с ЭКМом в руках. Сразу идет перезарядка. Гонза меняет свою позицию. У него нету маленьких аптечек. Элина все-таки нокает. Это делает Тебастейшен с левой стороны. Выход в опенфилд от Гонза. Будет ли кто-то его наказывать? За это пока бесполезный, непонятный момент с ротацией. Сейчас нам показал Гонза. Но таки добил Элина. И этого будет недостаточно на целых трех участников состава Канин Пауэр. Бехот на Тика. Берет дробовик и дает ему в голову хорошую дробину. Это было жестко. Тут уже свап на окей пошел. И, ребята, Канин Пауэр, вам еще матч играть, да? Мне кажется, сейчас будет минус 100 баксов у коллектива Unicorns of Love. И хотелось бы, чтобы эти 100 баксов... Кстати, нет. Минус 100 у Тим Юник. Что это за ниндзя такой? В 17-м месте Эвастейшн должен был заметить на карнизе Джеки Фьёса. Ну что, ребята, что это... В итоге минус Unicorns of Love. Сразу же после Unicorns of Love приезжает SQ-Side сюда же на Змейку. Первый минус Эвастейшн. Уже попыточка была на Вилла выйти при паре ко мне. Неудачно. Справа попытается раскачать. Молодец. Андрей, он ищет момента. А Гоза в это время подрывает Вилла и уже 3-3. Очень крутой формат, друзья. Мы с вами наблюдаем. Вы посмотрите, сколько файтов мы пропустили. Но, тем не менее, 51 участник еще находится в живых. В 16-й команду буквально расстреливают со всех сторон. Команда Канино Пауэр наконец-то берет себя в руки и против 3. 3 в 1 попытается сейчас собрать последнего участника этого коллектива. Лобит минус 20. Состав Канино Пауэр может просто укладываться на лопатки. Угон в ЛГБ. Он один их всех разъевы развалил. Разъев. Ну вы поняли, да, что я хотел сказать Чикенфу? Слушайте, я не знаю, что это за режим, если честно. Без понятия. Я еще ни разу не играл и не разбирался. Тут Китсуна развлекается. Экшон. Мы сейчас наблюдаем. Вот тут 1999 боеприпасов. Какая рубилова. Прекрасно использует Китсуне свой молот. И сейчас, скорее всего, команда SMB будет падать. Шок контент. Далее минус 3 на фронт. Смотрим, как Редокс у нас расстреливает с пулеметника команду НАТО Свинсеры. И да, здесь непросто на самом деле все это делать. Нужно очень много импактов. Ассити и Китсуня появляется на участке, решает проблемы. Мэджор Прайд в районе школы встречается с Фейнер Бахчай. Фокус вылетает на целый коллектив Мэджор Прайд. И они его пропускают. Серьезно, нет. Фокус устанавливается. Два в одного. Первый укладывает. Это был новым. А нет. Сразу же Фокус получил за это прострел. Уже с левой части нашего экрана. Себи на дальней дистанции расправляется с Прайдами. Но из-за этого он тоже может получить достаточно быстро. А Себи остается один на ногах. После файта в районе школы Прайды у нас встречаются теперь с Нави. Туда-сюда. Мэджор Прайд и Дигзи упали. Тут еще и ВПшки подключились. И вдвоем Мэджор Прайд будет сложно против целой пачки Мэджор Прайда бороться. Игроки индивидуально все сильные. Мэджор Прайд отступает. Понимаю, что пока что он не подтянет. Еще и взрыв пытались оформить. Ой-ой-ой. Ну как сильно спрейт по Мелкивэю. Но великолепно. Остался последний Китсуне. Китсуне лежит в лоу-граунде. Не достанет его ни один из участников сейчас этого коллектива. Пока он сам не встанет. И вот по XQ идет работа. Йен должен посмотреть еще немного левее. Потому что там за пределами зоны находится еще один участник. Дэдди прокидывает хаешки ровно туда же. Где минуту назад, а точнее пару секунд назад находился участник вышеупомянутого состава. Элизио из Экса только что добили. По крайней мере мы смотрим, как Китсуне в три борется против коллектива Сюрилс. Китсуна топ-7. Осталось пять команд. Фенебача, Виртус Про, Мажор Прайд и Гот. Китсуна хайграунд, но в это же время на их хайграунд может залететь абсолютно... Это очень круто. Ну что ж, а под же Джилло закидывается хаешка от Прайдов, а они просто не думают оставлять ни одного игрока уже. И просто три... И смогут ли файрфлаксы приехать? Под шум этой драки вряд ли. Показывает у нас иконочка, что... 200 IQ мув не получился и минус вейт на топ-3. Финалочек между Прайдой против Эвэш. Сейчас взрывается, Дискрим продолжает давиться лево. Ему вообще плевать на эти щиты, они просто едут ломать кабины. Ой-ой-ой-ой, какой покос от Вулфа. Минус три Прайды, но здесь переиграли. И ситуация один в один. Интрига все еще у нас сохраняется. А вот это называется, доломали кабины игрокам и очень промечиво вышли на позицию. Иен только что спалился и сейчас как минимум... Забатит его на транспорте. Надо было сразу садиться в тачку, которая слева под рукой находится у Иена. Очень резко поменялась у нас финалочка, да? Мажо Прайды упускает топ-1. Отдают они его файрфлюкс и эспортс. И смотрим итоговую таблицу. Итоговая таблица первого дня по потерям денег у команд. Общий призовой фонд насчитывает 400-510 долларов, который присоединится к общему призовому фонду. Ну а таблица статистика турнира после первого дня выглядит следующим образом. Мажо Прайды вырвались на первое место. 190 очков. Далее у нас Na'Vi и Surreal Sports. Cardinal Power на пятом, Team Unique на шестом и VP на одиннадцатом. Вот такой вот насыщенный первый день, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр и удачи. До завтра.